МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помним, скорбим. В Березняках прошел траурный митинг в память о бойцах ОМОНа, погибших в Чечне. Переполох в налоговый рабочий день сотрудников инспекции выдался жарким. Трюки на высоте. Березняковские акробаты завоевали серебряные медали на первенстве России. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте. День скорби. Сегодня в Березняках на городском кладбище прошел траурный митинг в память о бойцах Березняковского ОМОНа, погибших в Чечне 13 лет назад. Вспомнить тех, кто ценой своей жизни выполнил служебный долг, пришли их родственники, друзья и коллеги. Подробности в сюжете Михаила Якунина. Рано утром 29 марта 2000 года колонна из 50 человек Таманской дивизии выдвинулась из Ведено. Для проведения спецопераций по проверке паспортного режима. Не доезжая нескольких сот метров, доселение же не введено. У высоты 813 колонна была вынуждена остановиться из-за поломки одной из машин. Незадолго до этого в это же село вошел отряд боевиков под командованием Абу Кутейба. Бандиты разместились в домах на отдых. Командир ОМОНовцев, майор Симонов, решил осмотреть крайний дом. Зайдя внутрь, он обнаружил там двух вооруженных боевиков. В ответ на приказ Симонова бросить оружие раздались выстрелы. Одновременно начался обстрел колонны из стрелкового оружия и гранатометов. В последнем радиосообщении милиционеров была просьба стрелять одиночными. По всей вероятности у них кончились боеприпасы. В неравном бою погиб 31 ОМОНовец. Среди них 23 березняковских бойца. Сегодня, чтобы почтить их память, к нам в город приехал генерал-майор, начальник главного управления МВД по Пермскому краю Юрий Валяев. Мы не в неоплатном долгу перед теми, кто честно выполнил свой воинский служебный долг, кто не вернулся, оставшись навечно молодыми. Совсем молоденькие, скромные, даже застенчивые. Но вот в лихую минуту они показали действительно пример безграничной преданности своему отечеству, своему делу. Если б не они, вероятнее всего было то же самое, что сегодня на Ближнем Востоке. Война, гибель тысяч людей, кровь и разруха. Если б не они, и мы бы были, наверное, несколько другими, потому что мы понимаем, что эти люди погибли за нас, погибли за наших детей. К памятнику, установленному рядом с могилами березняковских ОМОНовцев, коллеги погибших ребят возложили венки и цветы. Почтим память павших товарищей минутой молчания. В понедельник на нашем телеканале выйдет в эфир документальный фильм «Братишки, не молчите». Он посвящен тем трагическим событиям в Чечне и памяти погибших бойцов. Автор фильма Марина Мальцева. В 2000 году она была сотрудницей пресс-службы УВД города Перми и вместе с ОМОНовцами отправилась в командировку в Чечню. В документальную ленту вошли уникальные кадры, снятые самой Мариной. На них можно увидеть наших бойцов накануне столкновения с боевиками. Братишки, братишки, заориентируйте, заориентируйте нас по дороге. Вы справа от дороги или слева? Смотрите документальный фильм «Братишки, не молчите». В понедельник вечером, сразу после программы «Новости на ТНТ». Переполох в налоговой. Сегодня днем на пульт дежурной части 01 поступил сигнал о возгорании в одном из кабинетов здания Березняковского отделения налоговой инспекции. На место незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов и карета скорой помощи. Впрочем, возгорание оказалось ненастоящим, а короткое замыкание в одном из кабинетов – водное учение. Из здания были эвакуированы все работники, и пожарные приступили к поиску и спасению пострадавших, которые, по легенде, находились в здании. Действия отрабатываются реально. По прибытию пожарные подразделения выполнили свою задачу, проследились за эвакуацию людей. Было вводное, что трое пострадавших осталось в помещении, всех эвакуировали, пожар потушили. Общая оценка учения удовлетворительна. Недостатки есть, мы их разберем уже в своем узком кругу. Другим темам в Березняковском политехническом техникуме прошла церемония вручения свидетельств на именные стипендии от компании «Уралкали» успешным и талантливым студентам. Какие перспективы и планы на будущее у юных технарей узнала Наталья Луначева. Церемония вручения именных стипендий за активную научно-исследовательскую работу, хорошую успеваемость и творческий подход к учебе стала для студентов техникума настоящим праздником. В список самых старательных попало десятка юношей и девушек. Чтобы сегодня выйти на эту сцену, ребятам пришлось трудиться не один месяц и пройти жесткий отбор. Как мы определяем лучших стипендиатов, ну это целая наука. Есть, конечно же, определенные критерии. В первую очередь это отличные оценки, да, то есть это средний балл, достаточно высокий. Когда-то это 5-0, когда-то это чуть-чуть пониже. А второе условие, да, это прохождение, успешное прохождение практики. И третий критерий – это активное участие в жизнедеятельности техникума. Некоторые из номинантов получают именную стипендию от компании «Уралкалий» уже не первый раз. У каждого из студентов есть свои секреты хорошей успеваемости. Одним интересна будущая профессия, другие просто любят учиться, а третьи стараются ради хорошей профессиональной перспективы и работы в крупной компании. Я хочу закончить техникум, потом планирую как бы прийти в «Уралкалий» и дальше продолжать обучение, чтобы поехать в Перемь, там высшее образование получить по той же специальности. Я желаю сейчас закончить, сходить в армию и идти работать именно по специальности в шахту. То есть вы целенаправленная на «Уралкалий»? Ну да. А почему именно эту компанию для себя выбрали? Ну, как уже много раз было сказано, она все-таки стабильная, стабильная, уверенная, ищет новых успехов в себе, развивается хорошо. Мы всегда ждем у нас выпускников, у нас уже тысячи выпускников техникума вашего трудятся, но я думаю, что и некоторые из вас тоже в будущем придут к нам работать на наше предприятие и смогут доказать, что здесь готовят настоящих профессионалов. Имина и стипендии от «Уралкалий» – это дополнительный стимул для желающих получить хорошее образование и работу. Так что польза от полученной стипендии измеряется не только в денежном эквиваленте. Наталья Луначева, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. В Березняках прошли седьмые ежегодные соревнования юных спасателей. Пять команд выясняли, кто лучше знает теорию и практику основ безопасности. Репортаж Михаила Якунина. Желаю вам удачи. Удачи в вашем начинании. И счастливого старта. Начались соревнования с приветственных слов от профессионалов своего дела, настоящих спасателей. Командам выдали путевые листы и отправили на выполнение заданий. Всего было девять этапов. Сначала ребят проверили на знание теории по пожарной защите, основам оказания первой медицинской помощи и проведению спасательных работ. Затем о теории к практике. Первое задание – найти условного пострадавшего в полной темноте в подвале. Ваша задача – найти мягкую игрушку. Света там нет, так что аккуратно. Все участники надели каски и вооружились фонариками. Ребята из восьмой школы почти десять минут блуждали по подвалу, но игрушку так и не нашли. Там потому что темно и, как сказать, ничего не видно. Надо научиться определяться и работать все вместе по карте. Мы просто по отдельности, мне кажется, ходили. Дальше ребятам было предложено примерить на себя костюмы химзащиты и обмундирование пожарного. По словам участников, это были самые сложные этапы состязаний. Пожарка сложная была, ну вот, одевание костюма. А почему сложно было? Ну, он большой, и ремень там неудобно просто. Далее участники должны были оказать первую медицинскую помощь. Делать искусственное дыхание они тренировались на специальном манекене. Затем нужно было на носилках перенести пострадавшего с условным переломом. С этим заданием почти все команды справились на отлично. По словам спасателей, все эти навыки могут пригодиться ребятам в реальной жизни. Это обязательно. Каждый человек в наше сложное время должен уметь сам выжить и помочь другим. Это самое главное. По итогам всех этапов лучше стала команда из ЦНТТ – юные спасатели. Теперь ребят ожидают краевые состязания, которые пройдут в ускачке в середине мая. Михаил Якунин, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Постарались на славу березняковские спортсмены Владислав Тарасов и Андрей Новиков стали серебряными призерами первенства России по спортивной акробатике. Что помешало ребятам завоевать золотую медаль, узнала Наталья Луначева. Сегодня эти ребята тренируются в родном зале гимнастики спортивной школы «Тэмп». Но еще четыре дня назад они были в Ростове-на-Дону и защищали честь родного края и своей малой родины на первенстве России. К жесткой борьбе юных акробатов готовила целая команда профессионалов. Тренеры Сергей Тарасов и Ольга Тарасова, а также хореограф, художник и костюмер. Здесь необходимо было учесть каждую мелочь. Это первый большой успех юных спортсменов. Ребятам удалось хорошо выступить, несмотря на травму ноги у Влада. У него в бедренной кости стоит стержень и ввиду этого стержня нам пришлось просто убрать все сложные соскоки, которые с полетом и на приземление и делать работу ту, которая в ловлю. В стойку, допустим, в плечи немножко изменить программу. Ну, ребята справились. В наш город акробаты вернулись с серебряными медалями. Одним из лучших выступлений их номер стал еще и потому, что трюки они исполняют на большей высоте, чем соперники. Андрей подкидывает Влада на три метра. Встать же на высшую ступень пьедестала на первенстве России в этом году удалось воронежским спортсменам. Главным противником березняковских ребят. Борьба была жесткая. Там много было соперников. Ну, так самое главное это воронеж, но они заняли первое место. Астрахань была, но мы их сделали. Но из-за того, что пока не удалось стать первыми, ребята не расстраиваются и уже готовятся к следующим соревнованиям. Чемпионату России по спортивной акробатике, который пройдет 15 апреля в Москве. Наталья Луначева, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. В субботу в Березняках состоится большой спортивный праздник. Он приурочен к открытию проекта компании «Уралкали» по развитию детского баскетбола. Во дворце спорта «ТЭМ» пройдут дружественные встречи детских баскетбольных команд из Березняков и Соликамска. Первая игра состоится в 10.30. А в 12 часов пройдет церемония открытия проекта компании «Уралкали». Развитие баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в Березняках и Соликамске. В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях, главы Березняков и Соликамска, представители компании «Уралкали». После церемонии открытия состоится еще одна игра детских баскетбольных команд. Кстати, награды лучшим спортсменам по итогам матчевых встреч будет вручать знаменитый баскетболист, чемпион России Алексей Пегушин. На большой праздник детского баскетбола приглашаются все желающие. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и первый выпуск нового телепроекта «Будь в теме». Не пропустите. А я прощаюсь. С вами был Артем Архматуллин. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пора задуматься над покупкой кондиционера. Компания «Технологии климата» начинает продажу кондиционеров по зимним ценам в рассрочку, без участия банка. Кондиционер всего за 9 тысяч рублей. Это реально. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». 30 марта в Березняках переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью минус 6, минус 8 градусов, днем 24 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2,7 метра в секунду. 31 марта в Березняках переменная облачность, температура воздуха ночью до минус 10 градусов, днем потеплее до 1 градуса ниже нуля. В понедельник атмосферные фронты принесут с собой осадки, но холоднее не станет, и температура будет вполне соответствовать средним многолетним значениям. Информация предоставлена центром ФОБОС. Цена кондиционера зимой – 9 тысяч. И беспроцентная рассрочка на 3 месяца без участия банка. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 292599. Китайской машине запчасти нужны? Вы срочно в партнер заехать должны. Скорость поставок оцените лично. Партнер. Для машины выбор отличный. Запчасти для автомобилей «Лифан» «Фотон», «Черри», «Бит», «Грейтвул» на Веры Бирюковой 7, офис 108.